МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рад и счастлив, и горд, что таким образом воздействуя на мужчин, я могу приносить радость женщинам. Актёр Сергей Чунишвили известен не только благодаря своим ролям в театре и кино. Именно его голос звучит за кадром большинства документальных фильмов и рекламных роликов. А ещё он озвучивает книги. Вообще я подозреваю, что если я когда-нибудь, не дай бог, стану парализованным, главное, чтобы у меня работал аппарат. Сергея Куликовских не узнают на улице. Зато слышал его каждый, кто хотя бы раз воспользовался столичным метрополитеном. И вот уже почти скоро 20 лет, как я прихожу в эти стены и звучу в московском метро. У оперной певицы Анастасии Максимовой уникальная сопрано с диапазоном в 3,5 октавы. Голос – это я. Это абсолютно физическое ощущение, которое, я не знаю, можно сравнить с сексом только. А вот так на самом деле выглядит интим по телефону. Скажи, я тебе нравлюсь, посмотри на мои длинные ноги. Тебе хочется их потрогать. А вот я поворачиваюсь к тебе пробкой. Так что же такое человеческий голос? Почему одни голоса будоражат наше воображение и заставляют в себя влюбляться, другие раздражают до нельзя, как, например, фраза «абонент недоступен». И какие они на самом деле? Люди, кого мы слышим каждый день с телеэкрана, в радиоэфире, телефонной трубке, метро или аудиокнике. О них и их голосах прямо сейчас. Оказывается, свой Алан Чумак есть и в шоу-бизнесе. Певец Витас исцеляет голосом. Ведущие клиники Норвегии, Германии и Китая уже используют его песни в качестве официального лечебного метода. Вы знаете, я считаю, что у каждого человека есть какой-то дар. Видимо, Бог, когда я родился, погладил меня по голове и сделал меня таким, каким я сейчас являюсь. В России тоже лечат голосом Витаса. Пока только в одной клинике. А началось все с того, что 9 лет назад к специалисту по космической энергетике Эмилию Багирову обратился сам певец. В глубоком, скажем, кризисе он был, таком психическом, скажем, что ли, эмоциональном. Метод, с помощью которого Багиров вернул певца к жизни, он держит в тайне. Это метод, который использует определенные силы для лечения людей. Сеансы так называемой витасотерапии со стороны чем-то напоминают собрание членов сякты. Люди как будто находятся в трансе. Вот одна из пациентов клиники Эмилия Багирова делится свежими впечатлениями от сеанса. У меня и в ногах боль проходит, и тяжесть проходит. У меня все перестает болеть. Голосу Витаса действительно приписывают чудодейственную силу. Самые смелые утверждают, что благодаря его песням даже смогли вернуть себе мужскую силу. Я рад и счастлив и горд, что таким образом воздействуя на мужчин, я могу приносить радость женщинам. Целебные свойства голоса Витаса первыми заприметили в Азии. Продюсер певца Сергей Пудовкин сразу обратил на это внимание. Я по первый раз конкретную практику лечением голоса Витаса увидел, как ни странно, три года назад в Китае. Первый раз и только позже мне пришла в голову мысль, что, наверное, в этом есть какая-то большая тайна и большая правда. Началось все с того, что китайцы стали выставлять на сцену банки с водой. Сначала продюсер Витаса даже подумал, что это часть декораций. Оказалось, люди ставят эти банки и используют их в качестве такого, ну, назовем, лекарства. Продюсер певца быстро сообразил, что надо скорее получить медицинские свидетельства, чтобы миллионы людей смогли не только наслаждаться пением Витаса, но и лечиться его голосом. Стабилизирует давление по заключению специалистов из клиники Норвегии или оказывает общий оздоровляющий эффект на пациентов в клинике в Германии. Это официальное свидетельство. После получения свидетельств был записан новый лечебный диск Витаса. В него вошли инструментальная музыка и вокализа певца, но нет ни одного слова текста песен. Я впервые в России, я буду первый в этом смысле, как и во многом другом. Я выложу этот альбом в интернете для бесплатного скачивания. Добрый вечер, в эфире новости. Татьяна Судец – заслуженная артистка России, одна из плеяды легендарных дикторов центрального телевидения. Этих людей знала вся страна, ведь они каждый день были желанными гостями в любом доме. А недавно выяснилось, что голос Татьяны Александровны также можно использовать в лечебной цели. У меня приятельница, она там разными камешками лечила. И она вместо мантр ставила пленку с моими песнями. Говорит, что очень хороший эффект. Слышу голос издалека, не знаю, не помню. Новости, программа-передач, песня года, голубой огонек. И, конечно, тетя Таня из «Спокойной ночи, малыши». Диктором Судец стало совершенно случайно. Был конкурс на телевидении объявлен. Я закончила энергетический институт, радиотехнический факультет. Но так как я всю жизнь мечтала быть артисткой, пошла бы на этот конкурс. Ну, так получилось, что я прошла. Все три тура успешные. Меня взяли в стажерскую группу дикторов, в дикторский отдел. В новости Татьяну распределили из-за природного темпа ее речи. Ну, дело в том, что от природы, наверное, у меня был нормальный голос, и тембр нормальный. Единственное, что у меня была пулеметная речь. И поначалу, конечно же, меня сразу же определили, что я буду читать новости. Как-то вот так решили. Но, конечно же, голосом надо было заниматься. Каждое утро Татьяны Александровны вот уже много лет начинается с гимнастики. И не только для тела, но и для голоса. А-а-а! О-о-о! О-о-о! Вот так вот. Диктору центрального телевидения нужно было и отлично выглядеть, и превосходно звучать. Действительно, если композитор пользуется нотами, звуками, художник красками, то человек должен пользоваться голосом, потому что, как и рисовать картины, ведь можно просто говорить тусклым голосом и рассказывать, какая хорошая погода, светило солнце, было жарко, а можно сказать, погода была прекрасная, светило солнце, да? Дикторы тогда не просто читали новости. Они их рассказывали зрителям, пропуская через свою душу каждое слово, каждую интонацию. Их голос был тончайшим инструментом, который, разумеется, требовалось беречь. Для голоса вредно орехи, семечки, переохлаждение, спать надо много. Но самое-то главное, что голос у вас может быть всегда в норме, если правильно им распоряжаться. И тогда у вас не будет ни большой нагрузки на связки. Многие говорят на связках. Этого делать нельзя ни в коем случае. В прямом эфире случалось всякое. Но задача диктора – не обращать внимания на технические казусы. Голос не должен дрогнуть или потерять уверенность. Нужно продолжать спокойно гнуть свою линию. Стандартная ситуация такая бывает. Ну, свежая новость какая-то вдруг идет, и тебе подносят ее. Ничего страшного. Зритель же этого не видит. Что там творится-то? У нас даже бывало так, что лампы лопались. Все равно читаешь дальше. Ничего страшного. Татьяну Александровну и сейчас по голосу узнают в магазинах или на улице. И работы для нее хватает. Концерты, корпоративы, фильмы, песни. Кроме того, уже много лет судец преподает дикторское мастерство. Овладеть голосом – это прекрасно. Это такое удивительное чувство, когда ты слышишь себя и вдруг понимаешь, боже мой, как красиво. Ведь голосом можно рисовать картины. Пока официальная медицина в России не торопится признавать лечебное свойство голосов певцов или дикторов. С помощью неких информационных катализаторов, так я это называю, человек освобождает энергию, которая есть в его теле, ну, иммунная система, в меру моего понимания, или какая-то другая. Индосы называют это кандулини. И вот в результате эти энергии можно использовать человеку в свою пользу. Доказательство того, что голос Витаса действительно обладает лечебными свойствами, активнее всех собирает только продюсер певца. В Корее девочка излечилась от… в общем, не буду даже произносить эту болезнь. Диагноз был однозначно, что она не выживет. Там врачи говорили, 6-7 месяцев максимум давали жизни, как она говорит, что это только голос Витаса, это только его музыка, только энергетика меня вылечила и подняла на ноги. Проходит голова, в области сосудов нормализация давления. Дмитрий Воробьёв лечится голосом Витаса уже более 6 лет, но не в клинике Багирова, а на концертах певца. Дмитрий, как и китайцы, просто заряжает обычную водопроводную воду. Ну, в принципе, его песни сами по себе, они себе влияют, во-первых, в звучание, но отдельно от того, что есть на нашей эстраде. Заряжать воду голосом Витаса Дмитрию посоветовали его друзья. И он немедленно отправился лечить своё редкое кожное заболевание. Поэтому не было сомнений, потому что такой голос он должен был заряжать воду. Дмитрий признаёт, поверил в чудо-голос от отчаяния, ведь официальная медицина в его случае оказалась бессильной. Прописывали кучу лекарств, которые надо было постоянно пить. Улучшений не было. Я могу сказать, только лекарства, лекарства, лекарства. В каких пропорциях применять заряженную Витасом воду, ни Дмитрий, ни его друзья не знали. Не знают этого и сейчас. Поэтому потребляют её, что называется, на глазок. Ну, в принципе, нет никаких доз. Просто пью, как бы сказать, если есть необходимость, могу умыться. Когда проблемы с кожей у Дмитрия Воробьёва ушли в прошлое, он решил лично сказать певцу спасибо. И своего добился. Это его любимое фото с Витасом. На ней автограф. Будь здоров! Много раз общались, как по возможности, когда хожу на его концерты, когда он здесь, в России, в Подмосковье. И всё время стараюсь попасть в гримерку, пообщаться. Но просто на свиданиях с Витасом Дмитрий не остановился. Узнав, что певец посещал театральную студию, Дмитрий пошёл по его стопам. Я не хочу сказать, что моя жизнь стала от этого лучше или хуже, но был толчок к тому, чтобы изменить свою жизнь. Благодарность за исцеление Дмитрий изобразил на своей груди в виде татуировки. Я сам его рисовал, а мне нужно потом только по моему же эскизу делать. Самому Витасу теперь приходится беречь свой голос не только для сцены, но и для лечебных сеансов. Я ни в коем случае не хочу агитировать, и ни в коем случае не хочу в данном случае из Витаса делать целителя. И медицинского работника. Он артист, который выходит, и своим голосом, своими песнями, своим творчеством, я надеюсь, помогает людям жить. Совсем недавно ко мне зашла женщина в гримёрку после концерта и сказала такую фразу. Витас, вы знаете, я буду жить до тех пор, пока вы будете петь. И в этот момент я понял, что я нужен людям. И это согревает и греет мою душу и моё сердце. Певец даже изобрёл абсолютно новый рецепт специального коктейля для поддержания своих связок в форме. Это, конечно же, яйца. Но сейчас я вам продемонстрирую коктейль. Но я не буду использовать большие яйца. Я возьму маленькие, перепелиные. Выбор Витаса пал на маленькие яйца не случайно. У любого человека есть большие голосовые связки и малые. Певец добивается чистого звучания высоких нот малыми связками. И считает, что размер яиц должен быть соответствующим. Для чистоты эксперимента Витас сначала спел до употребления своего коктейля. А вот как его голос зазвучал после него. Коктейль готов, дорогие друзья. Я его сейчас выпью, возьму вам и продемонстрирую, как после этого коктейль звучит голос. Смотрите через несколько секунд. Как серебряная сопрано России Анастасия Максимова сменила фанк-рок на оперу? Почему актеру Сергею Чунишвили однажды пришлось работать половиной лица? И чьи голоса звучат в московском метро?